В Подмосковье стартовали первые соревнования всероссийских игр по паралимпийским видам спорта. Более 260 спортсменов, как мы знаем, лишенных возможности выступить в Бразилии, смогут продемонстрировать свои возможности здесь, в Подмосковье. За состязаниями паралимпийцев наблюдает наш корреспондент Фёдор Червяков. Да, Фёдор, здравствуй. Здравствуйте. Конечно, сейчас мы знаем, что настроение у паралимпийцев, я надеюсь, что всё-таки хорошее, потому что их поддерживает не только вся страна, но и за рубежом тоже, мы знаем, есть отзывы поддержки. Всё-таки с каким настроением они вступают в первый день соревновательный? Да, Саш, привет. Ну, настроение у паралимпийцев очень хорошее, несмотря на то, что здесь, в Подмосковных Химках, сейчас пошёл дождь. Ну, вчера поднял им настроение ещё белорусский атлет, который взял на церемонию открытия флаг. Но вот сейчас альтернативные игры будут проходить здесь, в Подмосковье, на стадионе. Здесь начнётся сейчас лёгкая атлетика, будет забег на 100 метров, и также метают диск, толкают ядро. Будем следить за выступлением Алексея, четырёхкратного нашего паралимпийского чемпиона. Это Пекин, это Лондон. Вот здесь на площадке сейчас будут выступать лучники, вот там они под зонтиками пока сидят. Хотели начать ровно в 11, но вот пока дождь коррективы все испортил. Вот один из лучников у нас здесь есть, Константин. Константин, здравствуйте. Ну, вот с каким настроением будете участвовать? Настроение, несмотря на погоду, у нас хорошее. Конечно, это не Рио-де-Жанейро. Конечно, наша мечта, желание немножко отодвинулась. Но, тем не менее, мы будем бороться, будем показывать результат. И будем готовиться к следующим играм. Понятно. Ну, всё-таки здесь соревноваться. Вы же будете с Рио свои результаты сравнивать, да? То есть это первая очередная задача. Да, тысячи результаты будут сравниваться с Рио. Ну, вот что, Саш, ещё хочу сказать. Здесь порядка 250 спортсменов. Соревнования будут идти два дня. Будем следить. Через полчаса ожидается визит нашего министра спорта. Вот пообщаемся с ним, ждём его подхода, что он скажет паралимпийцам, что за кого будет болеть. Всё посмотрим, всё узнаем. Выйдем в эфир, вам обязательно расскажем. Ну, также надеемся, что поподробнее расскажете нам и о видах спорта, в которых будут соревноваться, показывать своё мастерство. Теперь уже так это можно назвать наши паралимпийцы. Потому что если в прошлом году их было всего лишь 12, то в этом, как мы знаем, уже 18 должно быть дисциплин, в которых мы можем себя показать. Но также хочу посоветовать тебе, Фёдор, делать побольше селфи с того места, где ты сейчас находишься. Потому что вчера на открытии нашей всероссийской аналога нашего паралимпиады со сцены ведущие призывали максимально ярче её освещать, чтобы поддержку нашу почувствовали главные её герои. Это наши паралимпийцы. Ну что же, на прямой связи со студией был наш корреспондент Фёдор Червяков. Мы сегодня ещё будем общаться с ним неоднократно в течение дня, следить за одним из главных событий этого дня.